Сегодня поездка из Нью-Джерси в Бруклин через Манхэттен Расстояние 30 миль. Это Амбой стрит, улица которая проходит по городу Вудбриджу Город Вудбридж имеет 100 тысяч населения Это шестой по величине город штата Нью-Джерси И это самый старый город в штате Нью-Джерси Назван он не потому, что здесь когда-то был деревянный мост Вудбридж, деревянный мост Он назван в честь священника Джона Вудбриджа Который первый поселился в этих землях в 1664 году Ну и с того времени можно считать существование этого города И Джон Вудбридж имел на право поселения в этих местах грамоту от короля Англии Ну вот, такие школьные автобусы в городе Вудбриджа ездят Они такие по всей Америке Это специальные автобусы, особо прочные такие, крепкие Чтобы даже при попадании в аварию дети по максимуму остались целы Ну вот этот толл-трак тащит мусоровоз сломавшийся Машины на буксире здесь не таскают Маленькие машины таскают маленькие толл-траки Толл-трак это значит подымает он ее Большие машины таскают большие толл-траки Вот сейчас мы видели большой толл-трак Да вот, исправная мусорная машина на работе И вот двое работников сзади стоят на ступенечках У нас бы это, ну просто было бы категорически запрещено По правилам охраны труда Но здесь это обычное дело Так вот, город Вудбридж Площадь города сегодня 63 квадратных километра Плотность населения 4200 человек на одну квадратную милю Проживают из 100 тысяч 60% белых 10% афроамериканцев 22% азиаты 15% латиноамериканцев И коренное население индейцы 0,3% 35 тысяч семей насчитывается здесь Средний состав семьи 3,3% человека 33% семей имеют детей до 18 лет Ну это все статистика об этом говорит 12% семейных женщин Проживают без мужей И 25% женщин семей не имеют 21% населения возраст до 18 лет 8% от 18 до 24 лет 30% от 25 до 44 лет 28% 45-64 года И 12% 65% 65 лет и старше пенсионеры Ну здесь на пенсию выходит там 65-67 лет В зависимости от стажа и пенсионного возраста От того времени когда начал работать То есть пенсионеров 12% На каждое 100 женщин приходится 98 мужчин Средний доход семьи 88 тысяч в год Средний доход мужчин 60 тысяч в год Женщин средний доход 46 тысяч в год 5% населения живет ниже черты бедности Получают пособия Городом управляет мэр и городской совет Ну на властях экономят Городской совет состоит из 9 человек 54 тысячи избирателей в городе Из 100 тысяч населения 38% зарегистрировались демократами 12% зарегистрировались республиканцами 50% беспартийные В 2008 году Обама получил здесь 56% голосов Маккейн получил 47% голосов 42% голосов В городе имеется 24 школы На 13 тысяч учеников Студентов здесь называют учащихся школ Имеется 3 железнодорожных станции 8 автобусных маршрутов И 2 автобусных маршрута на Манхэттен Я еду по дороге 1-9 Ну это она 1-9 такой номер у нее двойной Потому что здесь Две дороги сливаются в одну Дорога номер 1 И дорога номер 9 Проходят по одному маршруту И поэтому такой получается двойной номер 1 В принципе можно ее называть 1 Можно ее называть 9 И то и то было бы правильно Ну вот справа Тут Продажи автомобилей различных фирм Киа, Хундай Еще что-то Ну вот А слева все объезжают Перестраиваться Небольшая авария впереди И уже подошел Толтрак Сейчас будет машину Попавшую в аварию Утаскивать Капот разбит Люди живы Это самое главное Железо можно починить Значит эта дорога идет параллельно Нью-Джерси Турнпайк Платной дороге И вот такая вот бесплатная Три полосы в одну сторону А там 7 полос В каждую сторону Но там платить надо Но там без светофоров Но можно здесь ехать Вот этот грузовик Справа по-моему Он везет какую-то большую скульптуру Что-то такое монументальное У него погоны А может быть это какие-то приборы Не знаю Что-то Не сильно знаю Зима в этом году Достаточно снежная Много высыпали соли А замерзала Таяла И поэтому Появились ямки на дорогах Если приглядеться Особенно вот по правой полосе Они периодически попадаются И такие серьезные ямы есть Можно без колеса остаться Если на скорости В такую ямку попасть Ну так мы видим Какая застройка Застройка одноэтажная В основном Небольшие домики Ну и вся сфера обслуживания Всякие мастерские Магазины А вот сейчас проехали Планета Вин Такой магазин Магазины Представлены все Известные торговые марки От Вот это вот Мебельный Большой магазин И вот вся дорога Состоит из таких Магазинчиков Молов Мотелей И заправочных станций Бензин в Нью-Джерси Дешевле Чем в Нью-Йорке Потому что ниже налог Ну вот Самый дорогой бензин Он и в Нью-Йорке-то разный Допустим На Статон-Айленде Одна цена В Бруклине Может быть чуть-чуть дороже А еще дороже Будет на Манхэттене Самая дорогая Бензина Ну в отличие От бесплатной От платной дороги Это бесплатная Вот имея светофоры Приходится останавливаться А на платной дороге Пересечений нет Все сделано мостами Развязки Грузовики У американцев Называются Траки Ну вот Как-то светофоры Не состыкованы Один красный свет Тут же сразу Второй красный свет То есть Определенная Несогласованность У них есть Здесь недалеко Еще порт Нью-Джерси Там разгружается Большое количество Грузов И вот Ну вот опять Видим вывеску Мол Там Таргет Хоумтип И другие магазины Такая площадь На которой Расположены Несколько Больших Маленьких Магазинчиков И вот Такой Плакат Заезжайте И перечисляются Все магазины Которые В этом месте Находятся Чтобы было Легче Найти То что вам надо Здесь же Где-то Айкея Нью-Джерси Их две Айкея Ну я заезжал Посмотрел То же самое Что в Бруклине Больших Отличий Нет Все везде Одинаково Айкея Наверное По всему миру Одинаковая Я еду По штату Нью-Джерси Один из Пятидесяти Штатов США Одна из Звездочек На флаге Звездно-полосатым Належит Этому штату Каждый Штат В Америке Имеет Еще Какое-то Название Допустим Нью-Йорк Это Имперский Штат А Нью-Джерси Это Гарден-стейт Штат Садов 180 Миллионов Лет Назад Во время Юрского Береда Нью-Джерси Граничился Африкой Столкновение Материков Тогда Произошло И От этого Столкновения Они сжались И в результате Образовались Горы Апалачи А потом Материки Столкнувшись Оттолкнулись Разошлись В разные Стороны И Нью-Джерси Оказался На берегу Океана Африка Оказалась За Атлантическим Океаном С другой стороны На берегу 18 тысяч Лет Назад Здесь Был Ледниковый Беред Пришли Ледники Которые Преобразили Здесь Природу После того Как ледники Ушли Здесь Осталось Озеро Пасаики Много Рек Щелей Болот За Две С Половиной Тысячи Лет До Европейцев Здесь Поселились Народности Которые Называли Себя Ленапе Коренное Население Америки Индейцы Первыми Европейцами Здесь Были Голландцы И Они Назвали Эти Земли Новой Швецией В 1664 Году Английский Флот Подошел Под командованием Полковника Ричарда Николса Первым Делом Передал Под английскую Корону Новый Амстердам И Назвал Его В честь Герцога Йоркского Нью-Йорком Новым Йорком Это Произошло Без битв И Вместе С Нью-Йорком Были Переданы Английской Короне Все Кражающие Земли В том Числе Новая Швеция Которая Была Переименована В честь Острова Джерси Которая Возле Англии И Она Стала Называться Новый Джерси Нью-Джерси Во Время Войны За Независимость Когда Американцы Воевали С Англией Войска И те И другие Прошли Несколько Раз Через Эти Земли Здесь Было Несколько Очень Важных Битв Вот И Поэтому Этот Штат Называли Называют Иногда Перекрестком Революции Последующая Война Гражданская Война Не задела Нью-Джерси Все Войны Все Битвы Были Южнее Но 80 тысяч Жителей Нью-Джерси Воевали В Северной Армии За Северян Томас Эдисон Имел За свою Научную Деятельность 1093 Патента Абсолютное Большинство Из них Он Развивал Изобретал Притворял В Нью-Джерси Здесь Были Лаборатории И Главные Научные Учреждения В 20 Веке Во время Обоих Мировых Войн Нью-Джерси Был Центром Военно-морского Производства Здесь Производились Военные Корабли Большое Количество Военных Товаров Перегружалось Здесь В портах Сегодня Население Нью-Джерси Почти 9 миллионов Человек 69% Из них Белые 13% Афроамериканцы 8% Азиаты И 0,3 Это Коренное Население Америки Индейцы 6% Это Нелегальные Мигранты В Нью-Джерси Самая Высокая Плотность Ученых И инженеров На квадратную Милю Чем Где-либо В мире Не знаю Как Насчет Силиконовой Долины Но Вот Статистики Говорят Так При том Что Мы знаем Что Статистики Могут И ошибаться Иногда Даже Умышленно Справа Где-то Остался Аэропорт Нью-Арк Один Из трех Аэропортов Которые Обслуживают Жители Нью-Йорка Значит Один Аэропорт Кеннеди Джи-Эф-Кей Основной Международный Аэропорт Второй Аэропорт Ла-Гвардия На севере Квинса А Джи-Эф-Кей Он Тоже в Квинсе Но на юге На берегу океана И Нью-Арк Он Находится В Нью-Джерси В основном Местные Авиалинии Обслуживает Неудобно Тем Что допустим Из Бруклина Доехать Это Дополнительно К стоимости Проезда Прибавляется Еще около 30 долларов Оплата За два моста Гаттл-Бридж И Верезана Бридж Один 15 долларов Другой 13 28 И кусочек Платной дороги Турнбайк Турнбайк Но в целом Надо сказать Что дороги В Нью-Джерси Получше Чем в Нью-Йорке Как-то они И поновее И пошире Наверное Дело все же В том Что Машин В Нью-Йорке Больше А места Меньше Их быстрее Разбивают И Там с машинами Больше проблем Турнбайк Турнбайк С водителем Этой белой машины Помахали Другой Я его пропускаю Человек работает Скажем так, по крайней мере, внешне люди настроены достаточно дружелюбно друг к другу, стараются не хамить, а не грубить. Продолжение следует... Ну, этот участок дороги называется Пуласки-Скайвэй. Это мост Дамбы, ну, ведь какие-то ямы, серьезные, больше не ям, чем на той дороге 1.9, но это продолжение дороги 1.9. Ну, грузовикам здесь ехать нельзя по Дамбе. В общем, этот мост Дамба длиной где-то пять с половиной километров. Построен он еще в 1932 году и сейчас дорога уже как-то морально устарела, ветшает, постоянные на ней ремонты, и в связи с этим много заторов происходит. В общем, в рейтинге самых ненадежных дорог США она занимает шестое место. То есть одна из самых ненадежных и непредсказуемых дорог в Соединенных Штатах. Ну, предсказуемость тут одна. Очень высокая вероятность того, что вы тут попадете в пробку на этой Пуласке-Скайвэй. Вот видите, как она поднятая, высокая дорога. Ну, а грузовики запретили, потому что грузовики тяжелые, еще мухнет все. Их запретили сразу, как эту дорогу построили, сразу грузовики запретили. В общем, для того, чтобы привести ее в порядок, решено сделать ее модернизацию. Вот эта модернизация началась еще в 2007 году. И уже вот идет. Видим, поставлены фишки. Значит, что-то тут модернизируется. Фишки поставлены на расстоянии, наверное, всех 5 километров. Ну и где-нибудь пару человек работает. В этом 2014 году эту дорогу вообще закроют на 2 года. Будут реконструировать ее, продолжать. Всего. А, ну вот эти два человека тут работают. Всего этот проект оценивается в 1 миллиард долларов. По модернизации булазки Skyway. Значит, впереди у нас Манхэттен. Мы с этой дороги уже, ну вот если прямо ехать, никуда не сворачивать, то и сворачивать тут некуда. Она построена специально для того, чтобы подъехать к Холландтоннелю. Ну, а Холландтоннель переводить как голландский тоннель неправильно. Потому что он назван не в честь Голландии, а в честь человека. Клиффорд Милборн Холланд. Холланд это фамилия. И этот человек, это не политический деятель, не артист, не историческая личность. Это первый инженер проекта, по которому строился этот тоннель. Тоннель начали строить в 1922 году. Начали рабочие копать. И закончили в 1927 году. Ну, еще два года было подготовительных работ. Было несколько проектов. И вот, проект Клиффорда Милборна Холланда признали лучшим. Значит, тоннель построен таким образом, что две трубы идут по дно реки, в коренных породах. И длина этих труб два с половиной километра. Притом южная немножко короче, северная. Ширина каждая шесть метров. Высота три метра восемьдесят сантиметров. И это все на глубине двадцать восемь метров. Так вот, когда в 1925 году две команды было, одна с одного берега, другая с другого вела эти работы. И они должны были встретиться посредине реки. И это был праздник. Приглашен был президент Америки. И за день до этого праздничного события Клиффорд Милборн Холланд умер. Ему было всего 41 год. Умер он от сердечного приступа. И, в общем-то, это было результатом стресса его работы. Работа была очень ответственная, опасная. Рабочие, допустим, заходили на свое рабочее место. Через несколько барокамер были герметические двери. И ступеньками повышалось давление. Для того, чтобы они не получили кессонную болезнь. Тогда уже знали, что такое кессонная болезнь. Вот эта кессонная болезнь получил паралич. Руководитель строительства Бруклинского моста. Это за 30 лет, за 40 лет до строительства этого тоннеля. Уже про кессонную были и знали. Ну и много других было моментов, естественно, очень сложных. И сердце у человека не выдержало. И вот тогда эти все торжества отменили. И в честь этого человека, Клиффорда Мелборда Холланда, назвали этот тоннель его именем. Главным инженером назначили инженера по имени Приман. Он тоже через несколько месяцев умер от пневмонии. Простудился на этой стройке. Так что проект заканчивал уже третий инженер. 3,5 миллиона машин проходит в год через этот тоннель. Грузовикам проезд по этим тоннелям запрещен. Из соображений безопасности. Проезд стоит 13 долларов. Если наличным. Если изи пасса, то 9. Но эта цена постоянно меняется. И, по-моему, она никогда не снижалась, только повышается. Платится в одну сторону проезд. То есть, в сторону Манхэттена оплачиваются эти деньги. А обратно оплаты нет. Но оно понятно. Если машина заехала туда, она должна когда-то вернуться. То это сэкономить не получится. Если только объезжать, но объезд, если он и есть, то он будет дороже за счет расстояния. Потому что рядом Линкайн тоннел. Тоннель те же самые деньги. Дальше у нас Джорджи и Вашингтона то же самое. Стоп. Ураган Сенди. Все это было залито водой. Ну, сейчас уже вроде передавали по телевидению, что придумали надувные такие конструкции, которые в случае таких ураганов наводнений герметично закрывают. Чтобы вода не просачивалась. Потому что потом долго приводится это все в порядок. Ну, вот сейчас я еду даже не под водой, а под землей, а под дном реки Удзон. То есть надо мной кроме воды еще реки Удзон еще слой породы. И еще здесь в этом туннеле сделана революционная по тем временам система вентиляции. Ночные стоят вентиляторы. Четыре вентиляционные башни стоят. Подвес каждой стороны. И это сделано, потому что автомобили, если без вентиляции здесь ехать будет невозможно, он будет задохнуться от выхладных газов. Так вот, вентиляция она настолько мощная, что если нужно поменять направление воздуха в туннеле, это можно сделать за 90 секунд. Вентиляторы такие мощные. Ну и плюс здесь техническое решение очень оригинальное. И сверху, и снизу эти воздуха дома идут. Поэтому в туннеле не чувствуется никакой заразованности. Ну и освещение, я бы сказал. Вот два с половиной километра. И я приезжаю на Манхэттен. Вентиляторы. Вентиляторы. Продолжение следует... Продолжение следует... Манхэттен это остров Название острова от индийского слова Манахата Что означало большой остров Вот он Манхэттен Ну и для того чтобы выехать в Пруклин Я поеду по Манхэттенскому мосту По улице Канал Стрит Канал Стрит потому что по этой улице когда-то проходил канал Канал очень своеобразный В начале еще 19 века В 1811 году Коллектор для сточных вод Который находился в центре здесь Посреди Манхэттена куда все стекало Он оказался переполненным И чтобы его освободить Был прорыт канал Через который все эти нечистоты Стекали в реку Гудзу И вот в память об этом канале Улица была названа Канал Стрит Сегодня эта улица часть Чайна Тауна Китайского города Манхэттен В Чайна Тауне Одних только китайских ресторанов 300 штук Ну они предназначены для просто жителей У которых около 100 тысяч китайцев проживает В Чайна Тауне Ну и есть изысканные Очень красивые и интересные Специально предназначены для туристов Которых много приезжают Посмотреть на Китай В Америке Ну и также очень большое количество Таких разнообразных торговых точек В которых продается Ювелирные изделия Часы Ролексы и прочее Всякие брендовые сумочки И обувь В общем много-много чего Что являются Контрафактными подделками Полиция проводит Периодические рейды Но эти торговые точки Продолжают работать И вот по дешевой цене Если вы хотите купить Поддельный Ролекс То пожалуйста Здесь вы это можете Все приобрести Когда-то здесь был район Маленькая Италия В начале 20 века 90% Жителей здесь были Итальянцев Маленькая Италия Сегодня их только 8% Небольшое количество их осталось Осталось буквально одна Там две улочки На которых Итальянские ресторанчики Очень серьезно Она уменьшилась Эта маленькая Италия Осталась совсем Ну и Чайна Таун Тоже Уже не увеличивается Тоже уменьшается Значит начался Чайна Таун В 1840 В 1840 Человек Китаец С именем Ах Кен Ах Кен Он приехал Сюда И открыл Сигарный магазин Ну и следом за ним Приехало Много его земляков Которые в основном Тоже открывали Сигарные магазины Сигары были Низкого качества Но очень дешевые И поэтому Пользовались спросом Монючие Но по 3 цента за штуку Ну и Уменьшается Чайна Таун Таких Чайна Таунов В районе Нью-Йорка 8 штук В разных местах Расположены И этот Чайна Таун Уменьшается Потому что Власти города Проводят На Манхэттене Политику Под названием Джентенизация То есть Речь идет о том Что избавляться Здесь надо На Манхэттене От бедных И поэтому Строится Строится И постепенно Все застраивается Дорогим Элитным жильем Которое Постым Рабочим Тут китайцам И прочим Прочих национальностей Будет недоступным И постепенно Этот процесс продолжается То есть Дома выкупаются Делается И сносится И строится На их Месте Новое Или если дом Хороший Он просто В нем делается Дорогой ремонт Соответственно Возрастает И очень значительно Арендная оплата И проще Уехать куда-то В Бруклин Квинс И жить там Вот если у вас Невысокие доходы Чем Здесь На Манхэттене Вот такая политика Проводится сейчас Властями города Ну вот Видно тут Какие-то Торговые точки По сторонам Макдональдс Здесь есть С надписями На китайском языке Сан Сен Парк Полностью Заселен Китайцами В Бруклине В Бруклине Сан Сен Парклине Сан Сен Парклине Манхэттенский мост Это один Из трех мостов В БМВ БМВ это сокращение Бруклинский Манхэттенский И Вилерусбургский Мосты Это мосты Соединяющие Манхэттен с Бруклином Это подвесной мост Над Истривером Открыт В 1909 году Четыре полосы Для автомобилей По верхнем уровне Три полосы Для автомобилей На нижнем уровне Кроме того На нижнем уровне Есть четыре Линии метро Две на Манхэттен Две с пульсом Это пешеходная И велосипедная Дорожки В 2009 году Торжественно Было отмечено Столетие Манхэттенского Мосты 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 Продолжение следует... 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 Это вход... Проспект Парк... Слева это здание... Бруклинской библиотеки... А за ней здание тоже большое... Бруклинского музея... И вот сейчас... Улица Флатбуш проходит... Между... Проспект Парком... Ботаническим садом... Центральный парк... Строили... Проект разрабатывали... Фредерик... Ольстед и... Альверт Вокс... Вот когда они завершили... Центральный парк... Они тут же... Занялись... Созданием проекта... Проспект Парк... И они считали... Что... Проспект Парка... Интереснее... Проект Центрального парка... Потому что... Здесь было меньше... Естественных препятствий... Для того... Чтобы сделать красивый парк... Поэтому... У них был парк интереснее... Одних бейсбольных полей... Семь штук... Проспект Парк... Зоопарк... Большой... Зоологический сад... Ну и много интересного... Для детей... Для взрослых... Ну и еще такой вот... Случай произошел... В 2009 году... 15 января... Самолет... Аэробус... Взлетел из аэропортала... Гвардия... В Канаду... Влетел... Не успел еще набрать высоты... Врезался... Вставил гусей... И... Вышли из строя... Двигатели... Пилот... Бывший военный летчик... Успел быстро принять решение... Что он не успевает сесть... В аэропорт Ньюарк... Не успевает вернуться в Лагвардию... Вот... И... Он... Посадил... Аэробус... В реку... На Гудзонь... В районе... Авианосца... Интрепит... 155 пассажиров... Весь экипаж... Были спасены... Без жертв... Один из пассажиров был в инвалидном кресле... Всех сумели вовремя... Вывести из самолета на крыльях... Люди стояли... Тут же подъехали всякие катера... Все что было... Пожарные быстро сработали... Медицины... И всех людей спасли... И это назвали потом чудо на Гудзоне... Для устранения причин... Было принято решение... Гусей... Которые здесь мигрировали... Уничтожить... И было уничтожено... 1235... Каждого сосчитали... 1235 гусей... Из них 400... Вот в проспект парке... А самолет... Который потом достали из воды... Он уже ремонту не подлежал... Был списан... То есть я уже еду не по Флатбушу... А свернул на улицу Оушен-авеню... Она начинается как ответвление от Флатбуша... И тоже идет до самого океана... Она идет до залива Шипсид-бэй... Вот... И часть ее... В заливе Шипсид-бэй... Она прерывается... И продолжается уже... На Манхэттен-бич... Соединяется только пешеходным мостиком... То есть для того чтобы... По Оушен-авеню доехать уже... До океана... Не до залива... Нужно объехать залив... И потом уже поехать по Оушен-авеню... Оушен-авеню такая... Улица жилая... Вот... Не торговая... На ней в основном... Вот эти вот... Красные кирпичные шестиэтажные дома стоят... Дорога видите... Подразбилась... Похуже чем в Нью-Джерси... Потому что машин здесь намного больше... Ездит... Вот такая вот... Попрыгунистая дорожка... Не выдерживает зимних температур... Вот такое вот... Небольшое путешествие... Из Нью-Джерси... Через Миндлеттон... Бруклин... Спасибо за внимание... До свидания... До свидания... Уллинental Casino... ПриDIM shot... Должи зимней разбой... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...